Вообще, консоли от Nintendo встречаются здесь на многих стендах, но сама Nintendo довольствуется вот таким довольно небольшим маленьким стендиком, даже с надписью WWW Nintendo.ru. Показывается здесь в основном против-игр, на которых можно разобраться с интересным управлением, которое до сих пор в дековингу для многих россиян. А вот на стенде Razer играют старую игру Counter-Strike. Непонятно, не жаль, а кому-то еще интересно, Саш? Ну да, Денис, на самом деле одна из самых популярных кибердисциплин в мире, и вот сейчас показательные бои профессиональной команды против новичков. Как вы видите, девочка по имени Апельсинка просто в клочья разрывает профессионального игрока. Мне кажется, женщины просто лучшие киберспортсмены. Женский киберспорт. Суровый мужчина с огнеметом, это еще Far Cry 2. Правильно вы угадали, это стенд Буки. Far Cry, да, вторая часть, это стало главным, наверное, проектом для компании Бука на Игром мире. Что мы видим еще? Еще мы видим Saints Row, вторая часть экшена от третьего лица, такой GTA-подобный экшен. Мы катаемся на машинах, стреляем, воюем. Что здесь еще интересного? Еще интересного, естественно, вот девушки, которые проходят мимо. И не отвлекайтесь, пожалуйста, оператор. Еще интересно, Browse in Arms, новая часть Browse in Arms, она называется Browse in Arms Health Highway. Это, собственно, опять война, каски, крики, вопли, все ужасно. И коллапс, коллапс это наша разработка, рецензию на него можно найти в наших журналах. Собственно, и все, вот чем порадовал нас Бука на Игромире 2008. Ну вот, похоже, здесь у нас расположен аркадный порт на Виках, в какой-то страшной игры, где нужно попадать в ритм, отвезти вимоутами. Вот меня все перебивают, и Space, похоже, за фанател. Ну, посмотрите, он в восторге, его не остановить, мне кажется. Да, мне кажется, наш отдел теперь забьет нас All Calibre, и мы будем играть только в это. На втором этаже Игромира уже по традиции доминируют стенд Electronic Arts. Итак, что же нам показывает Electronic Arts в этом году? Все можно посмотреть на монстерах, которые здесь висят. Это Mirror's Edge, Need for Speed Undercover, FIFA 09, Red Alert 3, конечно. Можно даже увидеть какое-то выступление девушек в костюмах русской и, видимо, американской армии. Очень большое внимание уделено Warhammer Online, который выходит в Россию в начале следующего года. Вот там можно увидеть целый стенд, посвященный Warhammer Online, и в том числе настольным играм по Warhammer. Дальше можно увидеть турнирную зону, где проходят турниры по Red Alert и по FIFA. Одним из главных событий выставки стал пока широкой публике Allot of Online. Вот мы сейчас находимся на стенде Невала. А говорят вообще по слухам, что Сергей Орловский лично выбирает девчонок для стендов. И широкий публик разделяет его вкусы. И, как мы видим, все все равно толстопят и смотрят на девчонок, а не играет в Warhammer Online. Ну, просто девчонки клевые, мы их понимаем. Наверное, самым важным проектом в последнее время для компании Akella стали Corsair Online. Это онлайновая ролевая игра, которая совсем недавно запустилась в России. Забудьте о борках, забудьте о фэнтези, о этих ведрах с болтами магии. Теперь это корабли, выстрелы, пороховой дым, паруса, свистать всех наверх, ром и попугаи. Кроме этого, что мы еще видим на стенде? Мы видим Sacred 2. Не знаю, вам такой дьяблоподобный слэшер. Вы помните, первая часть, вторая мало чем отличается. И что очень для нас важно, наконец-то здесь есть Disciples, который действительно вот-вот собирается выходить. Мы очень долго ждали эту игру, Disciples 3. И теперь вроде как релиз не за горами, поэтому мы ее очень ждем. На этой выставке, естественно, все не бесплатно. Чтобы получить халяву, нужно заполнить анкету как минимум. А иногда вот, например, эта штука стоит 100 рублей. Саш, тебе нужна такая штука? Ну, в принципе, прикольная, но она слишком большая. И 100 рублей за такие размеры я не возьму. Как хорошо, что вы не слышите, как я пою. Потому что вот этот микрофон, это микрофон от Simstar, русский хит. Это один из больших анонсов Sony на этой выставке. Это Simstar, очень популярная в Европе игра, которой трек-лист составлен полностью из русских песен, русских хитов. Она будет продаваться в России. Разумеется, полностью на русском языке. Это очень важно. Сегодня на пресс-конференции Sony было сказано, что если в прошлом году было очень мало локализации, в этом году на PlayStation 3 выходит порядка 50% локализации, но в следующем году компания хочет довести количество до 100%. Это, конечно, идеально было бы. Посмотрим, что еще показывает Sony. Вот здесь мы видим на стенде MotorStorm Pacific Rift, вторую часть MotorStorm. Кстати, тоже на русском языке. Дали с Соком Конфронтейшн. Кстати, на той же пресс-конференции сегодня сказали, что разработчики обращались в российское отделение Sony по поводу того, какой спецназ включить в эту игру. И включили в итоге российскую Альфу, потому что именно наш офис на этом настоял. Также, также большая часть стенда посвящена, посвящена нам, оператор, покажи. Это Little Big Planet. Конечно, тоже очень важная игра. Для Sony можно сидеть, поиграть. И, наконец, и, наконец, и, наконец. Вот это абсолютно черное тело. Это монстр из Resistance 2. Видимо, его забыли раскрасить. Resistance 2 здесь на языке английском. Но здесь есть мультиплеер. Можно поиграть и навалять кому-нибудь, чего-нибудь. И Лока Рока 2 на PSP. После того, как вы обстоите одну очередь, чтобы попасть в Игромир, вы сразу станете следующим, чтобы делать какой-то рисунок на лице, татуировку там, или получить какой-то халявный подарок. Если к очереди и сотни, все готовы в них стоять, и все стоят. Игромир совсем большой. Вот такой стенд Blizzard можно увидеть на многих крупных выставках. Он практически точно такой же. И показывает Blizzard, как правило, одну-две игры. Компания очень крутая. И мы спросим у их сотрудников, как у них прошел трудовой сегодняшний день. Ну, что я могу сказать. Народы толпа, все пытаются пробраться, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на Wrath of the Rich King. Сегодняшняя, в 10 часов утра, вот та большая очередь была полностью заполнена за 7 минут. Мы сегодня раздали порядка, где-то, наверное, двух с половиной тысяч промо-дисков. И такое же приблизительное количество великих, замечательных стикеров. И это только первый день, и завтра ожидается еще больше народу. Вот тут, на стенде Акелы, можно бить кирпичи. Это очень круто. Тут даже непонятно, зачем нужны компьютерные игры. Там можно просто взять молоток и бить кирпичи. Это же Ежобаратень! На стенде Сега показывают первые уровни Sonic Unleashed. Вчера, в пресс-день, показывали еще и другие уровни. Но сегодня их не показывают, видимо, потому что они секретные. Или, может, работают не очень хорошо. Пока что. Еще на стенде Сега есть вот такой большой корабль, посвященный Empire Total War. Можно залезть внутрь и посмотреть на эту интересную стратегию. А сейчас мы поговорим с простыми посетителями Громира. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о выставке? Нико, мой козин! И ты здесь! Вот в этом стенде, в этом кинотеатре, показывают PC-версию. PC-версию GTA IV. Здесь стоят люди, они играют в Бали, потому что Бали находится в свободном доступе. Но GTA IV показывают очень строго. Там очень все серьезно. Там нельзя даже телефон достать, потому что, сразу говорят, перестаньте снимать даже прекрасную GTA с моим садовым телефоном. Там реально PC-версия. Она отличается тем, что графика стала гораздо более четкой. Это связано с тем, что убраны фильтры, которые на консолях размывали картинку. Плюс, на этой выставке показывают новый режим редактирования видеороликов. На презентации там сначала играют в PC-версию, где нужно грабить банк. Прямо во время этой игры разработчики записывают несколько кусочков геймплея. После этого эти куски геймплея, они перемещают в видеоредактор. И из этого делают буквально за пять минут фильм об ограблении банка на движке GTA. Это очень прикольно. И мы надеемся, что скоро мы сможем показать это вам на видео.